Дорогой Иисус, славим Тебя, благодарим Тебя, спасибо Тебе за эту удивительную возможность быть здесь, находиться, Господи, принимать Иисуса от Тебя, обучаться, Иисус, слава Тебя, Господи, благодарим Тебя, благослови сейчас это занятие, благослови студентов, Иисуса, не только, которые здесь присутствуют, благодарим Тебя, что Ты приводишь, Господи, даешь свое желание в сердце, в сердце, Господи, благослови также онлайн студентов, которые будут слушать по интернету, Иисус, слава Тебе, и во имя Твое мы молимся и просим, аминь. Представляете, у нас уже восьмое занятие, да, это вообще, вроде вчера только начали. Хорошо, итак, сегодня тема будет следующая, это анализ структуры мысли. Итак, откуда мы можем проследить мысль и с помощью чего? С помощью, конечно же, слов, которые связаны во что? Предложение, да, и мысль может освещаться как в предложении, так, может, мы можем увидеть мысли, например, в абзацах, да, в голове, или, например, мысль, основную мысль всей книги. Я размышлял над этим, этой темой вообще, над этой мыслью, которую приводил автор этого материала по герменевтике. И есть такие теологи, например, которые освещают, видят, изучают Иисуса Христа в каждой книге, например, или в каждой главе, и говорят о том, что каждая книга по-своему преподносит Иисуса Христа, даёт мысли. Есть даже определённые песни, например, Иисус Христос в этой книге такой-то, и везде эта мысль, конечно же, самая главная мысль Библии, она где? Она об Иисусе Христе. Основная единица мысли – это предложение, но, как мы с вами сказали, мысль, основную мысль или общую мысль можно увидеть в абзаце, да, какая там основная мысль. В главе, например, и стоит отметить также, что были ли раньше главы в Библии? Конечно же, не было, да, главы появились, разделение на главы появились почвы. И также можно увидеть общую мысль всей книги, как мы с вами сказали вначале. Грамматический анализ предложения зависит, конечно же, от знания оригинального языка. Оригинальный язык Библии, как мы с вами сказали на прошлом занятии, это что? Какой язык? Это иврит и греческий, да, то есть в Ветхом Завете это иврит, и греческий это в Новом Завете. И здесь важное значение имеет, какой перевод Библии мы используем. Первое, это здесь автор говорит о том, что хорошо, если у студента будет буквальный перевод. То есть лучший вид перевода для серьезного студента, это буквальный перевод, когда он, возможно, сам начнет переводить оригинал. Но есть также определенные типы переводов Библии. Например, здесь автор дает иностранные типы Библии, но мы также коснемся и русских Библий. Например, в Америке это American Standard Version, и еще есть New American, и эти Библии, есть еще книга Короля Иакова, они более-менее относятся к тем переводам буквально, да, то есть когда слово, каждое рассматривается, переведено практически каждое слово в оригинале. Следующий перевод Библии, это смысловой перевод Библии, когда переводчик Библии, переводчик оригинала пытаются передать смысл Библии. Они также появились относительно недавно, это в английском варианте Today's English Version, и еще есть другие определенные версии. Но теперь давайте коснемся, есть также динамический перевод, где можно проследить динамику мыслей. В русском же, на русский перевод, в русском языке Библии, это есть русский синодальный перевод, и он более-менее относится к тем переводам, которые переводят практически каждое слово в оригинале. Есть еще также и современные переводы, когда я учился в Библейском колледже, мне посоветовали не использовать их, но они есть. И современные переводы относятся к смысловым, то есть они передают смысловое значение. Теряется, конечно же, изучение, исследование каждого отдельного слова в оригинале, то есть будут происходить какие-то упущения в исследованиях, в использовании этих Библии. И поэтому я изначально использовал русский синодальный перевод, очень хороший перевод Библии. Далее, вопросы для изучения предложений. И вот здесь мы коснемся более конкретных вещей, я думаю, это будет интересно. Например, вопросы для изучения предложений, чтобы вывести оттуда мысль. То же самое можно, как мы попытаемся сделать, отнестись с этим же вопросом к главе, допустим, или же ко всей книге. Например, какие вопросы? Я не знаю, я записал их у вас в раздаточных? Наверное, не записал. Может, записал. Итак, кто и что... Первый вопрос для изучения предложения, для изучения мысли, выведения мысли. Кто и что является главным действующим лицом в предложении, и это подлежащее. Подлежащее обычно бывает существительным местоимением или целой фразой. Возьмем послание к евреям, 12 главу 1-2 стихи. Почему мы возьмем ее? Потому что она тесно соотносится также с 11 главой евреям. Это будет, я думаю, интересно. Первый стих, 12 глава 1-й стих. И давайте попробуем разобрать. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Иисуса». Достаточно. Итак, давайте найдем в этом предложении, как здесь, главное действующее лицо. «Мы». «Мы». Это подлежащее. Оно выражено здесь в местоимении. Итак, мы нашли подлежащее. Второе. Какое действие производит подлежащее? Какое действие производит? Итак, первое. Это свергнем. Будем проходить. Будем проходить. Отлично. Итак, мы нашли глаголы. Мы нашли сказуемые. Глагол показывает действие, состояние или условие. Третье. Кто или что появляется объектом, на который направлено действие. Прямое или косвенное дополнение. Итак, мы, как мы с вами сказали, свергнем и будем проходить. Свергнем что? Бремя. Первое. И второе. Грех. Отлично. Итак, мы нашли объекты, которые неодушевленные. Следующее. Четвертое. Как изменились части мыслей под воздействием слова или фразы? К этому классу относятся прилагательные и наречия, которые играют роль определения в предложении. Итак, подлежащее это мы. Сказуемые свергнем и будем проходить. И как изменились части мыслей под воздействием слова и фразы? Это именно, мы можем сказать, дополнение или определение. То есть, какое бремя и какой запинающий грех. То есть, здесь всякое бремя, то есть, абсолютно все бремя и какой запинающий грех. И таким образом мы видим, можем рассмотреть всю структуру предложений. Когда идет разбор именно таким образом, происходят удивительные вещи. Действительно, во-первых, затрачивается больше времени. И затем ты начинаешь воспринимать Библию в более ясной, более понятной картине. Мы можем, концентрируясь, видеть, это будет очень сильно благословляет. Например, как здесь в четвертом пункте. И как изменились части мыслей под воздействием слова или фразы, которые отвечают на вопрос, например, какой? Всякое бремя. То есть, теперь Господь Иисус Христос, Он оставил нас абсолютно без всякого бремени. И запинающий нас грех. Если Господь освободил нас, стоит ли нам запинаться об этот грех? Не нужно абсолютно. То есть, мы свободны с вами абсолютно от всякого греха. Пятое. Каковы отношения между частями мысли? На это указывают прелоги, союзы и соединительные слова. В этом стихе какое соединительное слово вы видите? Самое первое слово. Поэтому, да, то есть, это соединительное слово, которое взаимосвязано с чем? С предыдущей одиннадцатой главой. То есть, нам дается определенная мысль в этом стихе, которая тесно связана, в общем-то, либо с последними стихами одиннадцатой главой, либо, в общем, со всей главой. И в одиннадцатой главе мы видим описание чего? Главная тема здесь тоже вера. Да, вера и также героев веры. Ключевая идея предложения относится к предшествующим и последующими предложениям. Ну вот, например, давайте поразмышляем. Это может быть, допустим, ваша личная мысль, или вы можете рассмотреть именно эту основную мысль. Например, многие проповедники, они в каком-то стихе выделяют одну мысль, допустим, и развивают ее. И в этом же стихе вы тоже можете выделить какую-то мысль и развить ее. Но, конечно же, нам нужно определить главную мысль. Итак, какая ключевая идея предложения относится с предшествующими и последующими предложениями? Какую ключевую идею мы видим здесь, в этом предложении? И в этом предложении, в первом и втором стихах, мы видим, что первый стих не заканчивает свое предложение. Правильно? Двенадцатой главы. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Предложение не закончилось, да? «Обзирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший по сравнению, и воссел одесную престола Божьего». Итак, давайте начнем вот с чего. Итак, мы остановились на соединительном слове «поэтому». Почему? Потому что мы имеем вокруг себя что? Такое облако свидетелей. Облако свидетелей – это кто в одиннадцатой главе, как мы видим? Это герои веры, которые уже где? Уже на небесах. И что делают? Болеют за нас. Болеют за нас. Болельщики. Давайте дальше попробуем пройти в наши мысли. Возьмем одного из них. Возьмем одного из них. Это Моисей. Он – один из героев веры. Веры – один из личностей облака свидетелей. Одиннадцатая глава, двадцать третий стих. Верую Моисею по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасны, и не устрашились царского повеления. Итак, в этом стихе мы видим, что родители что сделали? Не устрашились. Было царское повеление уничтожить всех младенцев, они этого не сделали. Затем, двадцать четвертый стих. Моисей, придя в возраст, какой? Так, придя в возраст, отказался. Придя в возраст, то есть он уже был в зрелом возрасте, когда зрелый возраст о чем говорит? О том, что человек уже принимает решение. То есть он, придя в зрелый возраст, он уже принимает решение. Итак, здесь действующее лицо, как мы сможем определить, кто является? Моисей. Моисей, поехали дальше. Верую Моисей, что он сделал первое? Отказался. 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 То есть он принял решение отказаться. И захотел. Второе захотел. То есть он отказался от одного и захотел другое. Итак, мы увидели с вами два глагола. Отказался называться сыном дочери фараонова и захотел. Дальше второе. А, мы с вами сказали. Объект, что сделать? Это называться сыном дочери фараонова и захотел что? Страдать с народом Божьим. Интересно, да? Это то, о чём мы с вами говорили. Маленькая мысль была перед молитвой. Какое прошение он нам даёт. То есть, конечно же, это не сам Моисей. Но это новое сердце Моисея, которое дано ему было кем? Богом из Икиля 36-26. Узнав, кто он, узнав, конечно же, у него было, несомненно, некоторое изучение Слова Божьего. Узнав всю ситуацию, в конце концов, он принял решение отказаться от одного и принял решение также страдать с народом Божьим. И отказаться от первого, это здесь также дополнение даётся, иметь, третье, иметь временное греховное насложение. Это относится к первому, также к глаголу. И второе, которое относится ко второму глаголу, ко второму решению, и поношение Христова, что сделал? Почёл. Итак, мы видим с вами четыре глагола здесь, да? Почёл большим для себя богатством, нежели египетское сокровище. Итак, мы видим с вами четыре глагола. И в диаграмме... Взирал. Взирал, да? Ой, извините, да? Взирал на воззтояние. Да. Взирал на воззтояние. Не дальше идёт ещё. Оставил Египет. Был твёрд. Следующее. Совершил Пасху. Я просто отметил для себя вот эти два стиха. Хорошо. Совершил Пасху. Что сделал дальше? Совершил он Пасху. Пролидобы истребитель. Нет, всё. Всё. Верою перешли. И здесь уже местоимение. И здесь уже они. Да? То есть, это не он один. Итак, мы видим, что исследование мысли, разбирая таким образом предложение, задавая, по крайней мере, вот эти шесть вопросов, нам становится картина более ясной. И мы можем сконцентрироваться на главном, это действуя лицо, затем их действия и затем дополнение. Это прилагательные наречия, когда мы будем задаваться вопросом, какой, когда, где и как. Аминь. Аминь. В конце мы ещё попробуем с вами нарисовать диаграмму. Ядро предложения, подлежащее и сказуемое, оно, которые подлежат обнаружению, предложению, то есть, всё как в школе, да? То есть, мы ищем подлежащее, затем сказуемое, затем дополнение, определение, причастие, дея причастия. И мы попробуем это также в конце снова проделать. Дальше, подлежащее, следующий пункт, иногда подразумевается, а не выражается. Например, Евангелие от Луки, 10 глава, 2 стих. Молите Господа жатвы. Да, и здесь нам нужно исследовать контекст, кому обращено. То есть, оно подразумевается, идёт обращение. Евангелие от Луки, 10 глава, 2 стих. Также, подлежащее может быть выражено несколькими словами или целой фразой. И в этом случае требуются дополнительные уточнения, когда подлежащее выражено местоимениями. Я, ты, она, они и так далее. Например, верою перешли они. Это кто? Это все евреи, которые вышли откуда? Из Египта. Таким образом, нам становятся ясными следующие действующие лица. Далее, необходимо знать, кому или чему относятся эти местоимениями или действующие лица. Иоанна, 1 глава, 11 стих. Пришли к своим, и свои его не приняли. А, пришёл к своим, извиняюсь. И свои его не приняли. Интересно, почему. Итак, куда пришёл? К своим. И свои его не приняли. Интересно. Здесь автор даёт некоторое больше расширенное объяснение. И почему. Когда мы задаёмся такими вопросами, нам нужно, также переводя Библию с оригинала, конечно, мы можем читать и на своём языке. Но если мы хотим коснуться более глубоко, тогда нам нужно уточнить род, число этих слов. И, например, в первом случае, свои – это идея. Средний род, множественное число. Во втором случае, это идиои. Мужской род, множественное число. В первом случае означает «своё творение», во втором случае – «свой народ». И таким образом мы видим, что на русском языке мы видим одно слово, да? А в оригинале мы видим, что он к ним обращался разными словами. Как мы делаем, например, это в нашем языке, обращаясь к тем или иным людям. И это даёт нам ещё более широкую картину. Теперь давайте более подробно коснёмся частей речи. Сказуемо. Оно даёт нам важную структуру предложений. И нам также нужно задаться некоторыми вопросами, чтобы исследовать структуру мыслей. Первый вопрос в изучении Сказуемого. К какому времени относятся действия? Прошлое, настоящее или будущее? Например, в том отрывке, который мы с вами изучили. В каком оно имеет? Например, мы что будем делать? Свергнем. Это относится к какому времени? А к будущему времени. Если так изучать, то получается, Господь просто дал нам удивительную благодать. Нам не нужно взирать назад. Нам нужно взирать на Христа. И всегда иметь взгляд в будущее, что прошлое уже не имеет контроля над нами. А всегда мы оборачиваемся вперёд. Итак, второй вопрос. Выражает Сказуемое реальный факт команду или условие? Итак, свергнем команду. Это повелительное наклонение. Отлично. Третье. Действие производится подлежащим или надподлежащим? Я помню, это называлось страдательный залог. Ещё какой? Действительный. То есть, или же действие производит действующее лицо, а страдательный залог – это когда над ним. Здесь мы что видим? Что это действительный залог. Далее. Имеет ли действие завершённый вид или незавершённый? Завершённый вид. Почему? Потому что в Иисусе Христе всё завершено. Вы можете смеяться, но так и есть. Почему? Потому что всё свершилось на кресте. Для неверующих это было бы непонятно. Но всё завершилось. Как мы можем ещё это с вами увидеть? Филиппистам 1 глава 6 стих. Давайте прочитаем. Филиппийцам 1 глава 6 стих. Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Конечно же он совершил. В данном случае это действие, если это касается нас, то оно ещё не завершено. Оно обращено к будущему. Но в Иисусе Христе, что бы там ни произошло, оно уже завершено. Оно уже является свершившим. Мы же с вами говорим о завершённой работе Иисуса Христа. Далее. На что нам нужно ещё обратить внимание. Важно обратить внимание изменения времени у глаголов. Например, и здесь, римлянам 12 глава 1-2 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая и угодная и совершенная. Итак, здесь важно обратить внимание на изменение времени. Например, умоляю, представьте тела ваших в жертву живую. Итак. Парастесай, инфинитив, аорист, активный залог. О, пассивное, активное. Итак. Что-что? Да, да. То есть это активный, инфинитив, аорист, активный залог. И здесь второе, это не сообразуйтесь, но преобразуйтесь. Повелительное наклонение выражает картину не одномоментного действия от случая к случаю, но продолжительного, когда постоянно оказывается сопротивление мира переплавить нас в свою форму, а мы преобразуемся качественно изменяемся обновлением ума. Это я вам зачитываю. Кормика можно понять, не сообразуйтесь, а преобразуйтесь повелительное наклонение, имеющее постоянное действие. Да, постоянное, то есть, опять же, нам нужно, очень важно осознавать, что преобразуется, давайте еще раз. Итак, представьте тела ваши, жертву живую, святую, благоденную Богу. И не сообразуйтесь с веком Сим. Итак, кто сообразуется с веком Сим? Ветхий человек. То есть, Ветхий Адам сообразуется с этим миром. А преобразуется обновлением ума вашего, это кто? Новый человек. Это новый человек. И таким образом, смотрите, здесь мы с вами видим, что подлежащее, оно подразумевается. Помните, мы с вами говорили? То есть, и зная доктрину, мы можем с вами определить, кто сообразуется с веком Сим, а кто преобразуется. Конечно же, это обращено к людям, к верующим, которым обращаются апостол Павел. Но с учением, которое у нас есть, которое идет еще с учения пастора Стивенса, и которое, конечно же, отражено в Библии, и о котором говорит апостол Павел, то действующее лицо, которое преобразуется с веком Сим, это как Светлана сказали, как вы сказали, это Ветхий человек. А преобразуется кто? Это другое действующее лицо, это новый человек. И таким образом, мы с вами абсолютно, опять же, видим удивительную благодать Богу, Бога и свободу. И чтобы преобразовываться, обновление ума нашего прежде, что нам необходимо, и вся нам 5 глава, 17-18 стих. Да, исполняетесь Духом Святым. То есть, когда мы исполнены Духом Святым, тогда новый человек начинает способен, имеет способность, получает способность преобразовываться как? Духом, через, или Словом, и Духом Божьим. То есть, сам по себе методом медитации он не сможет, да, но это происходит через Слово Божье. Дополнение. Обычно подлежащее выполняет действие над дополнением, прямо или косвенно. Это то, что мы с вами посмотрели, да, то есть, например, мы с вами сказали, свергнем всякое бремя. Да, то есть, подлежащее выполняет действие над дополнением. И, например, здесь также стих вот этот использовался, Псалом 36, 4. Он исполнит желание сердца твоего. Желание, это в оригинале Мишала, прошение. Прошение, то есть, в оригинале это не то, чтобы желание, да, то есть, но это человек, получается, уже просит. И как мы с вами сказали, прошение, это, опять же, у кого? Это есть у нового человека, а есть у ветхого человека. Желание есть у ветхого сердца, и есть также желание у нового сердца. И как здорово, как здорово, что нам не нужно анализировать, в каком сердце мы пребывали тогда или в то время. А это все направляет нас в будущее. В будущее то, что мы можем исполняться прошениями Божьими. В каком сердце? В новом сердце. Ничего. Итак, есть новое сердце, Езекииле 36, 26. И есть ветхое сердце, Еремия 17, 9. И последнее, это определение. Изменяет качество слов. О том, что мы с вами говорили. Это, например, те слова, которые мы с вами исследовали. Давайте еще раз коснемся их. Это свернем себя. Первое – это всякое время. И запинающий нас грех. То есть запинающий и всякое. Наречие или прилагательное. И последнее. А, нет. Есть еще также слова, указывающие на отношения в предложение. Это предлоги ставятся перед существительными и местоимениями. И показывают отношения слов в предложение. Например, радуйтесь в Господе и филиппийцам 4 глава 4 стих. Радоваться где? В Господе. Интересно. Иногда... Не знаю, как у вас. Слово радоваться... Когда не концентрируешься на полном предложении или с чем оно взаимосвязано, ты можешь акцентировать себя на то, что тебе просто надо радоваться. Но когда обращаешь внимание на дополнительное слово, где? В Господе. Это выводит нас на какую мысль? Что теперь мы можем радоваться всегда. Как здесь говорится. Потому что, ну как здесь и говорится. Радуйтесь всегда, говорю вам радость. А почему мы радуемся всегда? Потому что теперь мы всегда в Господе. И это не от нас зависит, да? Почему? Потому что это уже завет Божий. Это зависит от завета Божьего. Где мы в Господе всегда. Итак, есть предлоги, а есть также союзы и соединительные слова. Которые могут указывать на различные взаимоотношения. Например, время, место, причина. Время это такие предлоги, как после, до, сейчас, теперь и так далее. Место, где, где бы то ни было, причина. Потому что, ради, так как, в то время, результат. И так, тогда, поэтому, или как мы разобрали. Посему, да? Почему? Потому что в 11 главе автор, посланник евреям, говорил о ком? О облаке свидетелей. О облаке свидетелей. И, конечно же, самое главное, о совершителе веры. И в конце я также выражу одну мысль, когда мы будем рисовать диаграмму. Итак, дальше. Следующее. Объяснение. Теперь, для того, чтобы, чтобы. Цель. Для того, чтобы, чтобы. Контраст. Но, тем не менее, как бы то ни было. И все-таки. Сравнение. Так, как. Как-то так. Такой, я шучу. Также, больше, чем. Затем, предложение. Не то, не другое. Уступка. Уступка. Хотя, даже если. Условия. Если. Итак. А есть такое, например, в русском языке это не всегда видно. Но если коснуться опять оригинала, это очень важно. Итак, если вы воскресли со Христом, здесь, если в каком значении употребляется? А вы воскресли. Да. В том, не в вероятности, а в утвердившемся факте. Да. Итак. И это также связано с тем, что говорится во второй главе. А там говорится, давайте откроем с вами. Там говорится о том, что нам уже не нужно прибегать к тому, к закону именно. Давайте откроем. К холостянам. Итак. К холостянам 2 глава, возьмем 20 стих. Если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь в постановлении, не прикасаясь, не вкушаясь, не дотрагиваясь? Это то, чего придерживались законники. Все, что и сливает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только видимость мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, а в некотором небрежении и насыщении плоти. Итак, здесь говорится о том, что закон уже не имеет никакого значения. И, например, если также касаться правил герминевтики, можно здесь также рассмотреть слово мудрость. Что, как недавно было в проповеди, есть какая мудрость? Снизу, а есть мудрость свыше. И вот закон – это мудрость снизу. А Новый Завет – это закон свыше. И давайте снова вернемся. Итак, из-за того, что мы можем сказать, вы умерли со Христом, и теперь из-за того, что вы уже воскресли со Христом, то что? Ищите горнего. И здесь слово «и так», как вы и сказали, это из-за того, что свершился уже свершившийся факт вашей смерти со Христом, вашего воскресения со Христом. Теперь что? Ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Горним помышляйте, а не о земном. Аминь? Аминь. Хорошо. И в конце давайте коснемся анализа при помощи диаграмм. К сожалению, диаграммы не было представлено, но я размышлял, как мы можем это увидеть и представить это в диаграмме сами. Допустим, наверх. Хорошо. Давайте попробуем. Тем более, когда мы попробуем выразить это в диаграмме, тогда нам будет видно, как бы, главное действующее лицо. То есть, предложение – это одно действующее лицо. А когда попробуем разобрать это в диаграмме, то мы увидим, кого главное действующее лицо. Это Иисуса Христа, да? Хорошо. Итак, вернемся опять к евреям 12 глава с 1 по 2 стихи. Итак, там говорилось «мы», да? Ну вот, допустим, вот здесь. «Мы». «Мы» и «мы» с вами сказали это подлежащее. Ну, возьмем два глагола-то, или даже три, ну, два возьмем. Первое – это что сделаем, да? Что сделаем? Мы идем к сказуемому. Что сделаем? Первое – свергнем, да? Свергнем. А здесь что? Второе – свергнем и… И время 12 глава, 1, 2 стих. «Бродим проходить», да? Будем, будем проходить. Будем проходить. Так, далее. Будем проходить далее. Теперь нам нужно увидеть объект, на который направлено действие. Свергнем что? Да. А мы можем здесь поставить… «Время и грех». «Время и грех». «Что? Да? Что? Время. 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 И здесь грех». «Нет, нет, нет, нет. Там же…» «А, наоборот, да?» «Нет, нет. Свергнем и бремя, и грех». «А будем проходить помещение». «Да, нет, нет, нет». «А, да, да, да». «Они однородные. Да, хорошо». «Поставьте рядом, поставьте время и грех». «Да, вот, вот, вот». «Да, рядом грех». «Да, вот здесь можем…» «Грех, а потом грех какой будет всем?» «Да, так что…» «Время и здесь грех, да?» «Да, и грех». «Грех». «Далее идем». «Запинающий. Запинающий». «Время всякое…» «Всякое, всёкое…» «Ой, какое оно такое…» так время как так всякая всякая здесь тоже какое подождите время всякое какое значит здесь какой-то далее будем проходить что поприще поприще что ну ладно это я специально ставлю что поприще какое-то ближайшие всем предложить так что лежащие потом здесь еще когда еще можно будем проходить как с терпением и еще будем проходить подождите серая вот здесь то что делает вот к этому я хотел вас привести и мы вводим этот пункт в это наверх да как сам что делая делая что делая взирая взирая на кого на кого на начальника начальника так начальника и совершитель и так вот так немного поразмышляв мы можем увидеть главное действующее лицо во все библии да то есть предложение его это здесь в данном случае это начальник и совершитель веры господь иисус христос и таким образом мы видим эту мысль которая идет с одиннадцатой главы что да это все герои веры но кто это совершал совершал это все начальник и совершить веры то есть они были как много часто мы говорили с вами они были руку перчаткой а действующим лицом кто был действующей рукой это господь иисус христос поэтому у нас верху это господь иисус христос и мы видим почему как мы с вами разбирали моисей он принял такое решение конечно же он принял это в новом человеке и проходя через всю пустыню он видел что действующим лицом является сам господь иисус христос те чудеса которые он происходили это были произведены конечно же господом иисусом христа а все герои веры и мы с вами являемся герои веры но в том смысле что мы с вами являемся сосудом или как мы помните с вами говорили проводником или перчаткой а он является самый главным действующим лицом аминь на сегодня все слава богу давайте помолимся дорогой иисус благодарим тебя что ты самое главное действующее лицо господи и так здорово нам исследовать изучать библию господи видеть тебя благодарить тебя поклоняться тебе господи благослови также последующие занятия во имя твое святое молимся и просим аминь